Играем? Дашь мне отыграться? Слуган! Сыграем? Я хотел бы отыграться. Чем могу помочь? Я хочу сыграть в кости. Так что, играем? Я хочу сыграть в кости. Ты выиграл. Деньги мои. Ты для меня слишком хорош. Попробуй сыграть со старостой Сесирием Бурдоном. Попробую. Так да, ну так. Я хочу сыграть в кости. Играем? Попробуй сыграть. Попробуй. Попробуй. Надо будет поднять налоги Вот тебе твои арены Отыграться не хочешь? Ты слишком хорош для меня Попробуй сыграть с Хаггартом Под мастерьем кузнеца Ведьмак, уменья есть для тебя, работенка? Ты говорил о какой-то работе? Вот именно Задача специальна для тебя Я знаю одного коллекционера в Венгерберге Он хорошо платит за разные диковины, связанные с чудовищами Яд краба-пауков, сердца-накеров, это легко Перья-гарпий Понятно И почему именно перья? Никогда не спрашивал Есть такой заказ, вот и все Возьмешься? Сколько я за это получу? Давай договоримся так Ты принесешь мне несколько добрых перьев на пробу Я тебе заплачу И если мы оба останемся довольны То дальше будем смотреть по обстоятельствам Добре? То есть, нескольких перьев ему не хватит? На самом деле нужно больше, так? Скорее всего, да Так что? Я не могу ничего обещать У меня есть дела поважнее Продолжение следует... Я принес перья Добре Ай-яй-яй Великолепное качество То, что нужно Я заплачу за каждое Хочешь заработать больше? Принеси мне еще Еще перьев Гарпит-то в округе совсем мало осталось К чьему это ты? Ну как? Сырье заканчивается, цена растет Да? И на сколько? Думаю, в два-три раза Иначе разговора не будет Ха, да ты шутишь Откуда у меня столько денег? Ты сказал, это работа для Ведьмака Так что или соглашайся на мою цену Или ищи другого специалиста по гарпиям Будь по-твоему Я заплачу больше Говорят, человечья баба едва В любую минуту Ну так как? Покажи, на что ты способен То роды Один другого чуднее Это вообще что за ведьмак такой? Вроде по свету Отдал ты мне просраться А чего у него глаза светятся? А ну-ка Золтан как-то говорил Что вся ваша компания Настоящие мастера в борьбе на руках В свое время сильнее нас никого не было Может сейчас кто найдется? Вот и посмотрим Ну что, попробуем? Покажи, на что тебя хватит Не повезло мужику Ты глядишь, какие штуки бывают У тебя в предках точно не было краснолюдов? Вот, вернется ко мне память И узнаем Вот, ближай, на этого ведьмака иду Он из тех, кто судьбу целого корабля... Ты Геральт, так? Дядюшка мне о тебе рассказывал Здорово ты с призраками управился И Саскию спас Дядюшка? Сесиль Я помогаю ему управлять Верганом Меня зовут Скаленбурдон Ну, здорово, Скаленбурдон Сесиль твой опекун? Самый смерть моих родителей Пригрел сироту, кормит Учит ремеслу и жизни Что случилось с твоими родителями? Их убили В очередном погроме при Димовенде Не хочу об этом говорить Прости Теперь шахта безопасна Уже известно, что с ней будет дальше? Ясное дело Сразу после битвы начнем добычу Такие залежи попусту лежат Дядюшка говорит, Верген быстро на ноги подымется Золтан предлагает совместные дельцы устроить Он будет вроде как распорядителем А дядюшка самым главным Осталось только вот город отстоять А что ты будешь делать, если дойдет до битвы? Сражаться В первых рядах буду драться Дядюшка разрешил Я взрослый уже Надерем пару кайдвинских задниц А не боишься? А что бояться-то? Дядюшка говорит, я сдюжу А Ярпин меня топором махать подучил Снесу башку другую Ну а потом в корчму обмывать В битве всякое бывает Тем более в первый раз Придется других убивать Самому защищаться Крови будет много Ты и к этому готов? Да ссыкотно, конечно Чего уж там Я ведь прежде только соломенное чучело рубил Как подумаю, что там будет Эх, да делать нечего Вместе, так вместе Только не говори дядюшке, ладно? Я уж пару раз хлопотал за такие речи Он ничего не узнает Поборешься со мной? На руках Почему бы и нет? Я слышал, ты любишь силой мериться Ха, в Вергене мне нет равных Я бы это с удовольствием проверил Не так быстро У меня свои принципы Если положишь Ярпина и Шелдона Тогда и поборемся Покажи, на что ты способен Ну что, попробуешь? Покажи, на что ты способен Да я скорее скалу собственным членом пробью, чем тебя заломаю Похоже, теперь я в Вергене лучший Ну, Белому Волку проиграть не стыдно Один только с тобой сможет сравниться Кто? Могучий Нума Я с ним в ковере боролся Неделю потом руку не мог поднять Говорят, он в чем-то шельмует А может, так побежденные оправдываются Если положишь его Передавай от меня привет Ладно Вот тебе перья Как заказывал Добрая работа Держи деньги Признаюсь, у меня еще не было такого странного задания И это еще не конец Я тебя выслушаю, хотя у меня дурные предчувствия Мне нужно еще несколько перьев Тебе или тому коллекционеру? Ему... Конечно, ему Как-то странно Почему ты не сказал сразу, сколько перьев приносить? Я... Я не знал качество товара Так что теперь мне нужно еще несколько перьев Я докину деньжат Решайся Я подумаю Я принес еще перьев Надеюсь, этого хватит Добре Я посмотрю и выберу лучшие Вот твоя плата И небольшая премия А что мне делать с оставшимися перьями? Да что хочешь Мне они ни к чему Бывай Добре Хе-хе, да, ты прекрасна Моя королева, моя пани Ты великолепна Все гнездо завидует тебе Я не мешаю? А что, для этого времени погода хорошая Факт, обычно бывает хладнее Маги, должно быть, сделали потеплее Да, да, они все экспериментируют, изменяют мир Ничьим добрым это не кончится Даже думать об этом не хочу Ты все-таки возьми это перо Мне оно не нужно Спасибо, дякую, мне тоже Ты хотел сказать, оно не нужно этому коллекционеру? Да, да, ему Интересно, зачем может понадобиться такое точное число перьев? Ну, может, у коллекционера остались пустые страницы в альбоме для перьев И что? Это же очень недобро Похоже, я ничего не понимаю в коллекциях Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Девушки отдыхают Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Гордо не помираем Посмотри, что у меня... Я хотел бы сыграть в кости Сыграем? Девушки отдыхают Ты понимаешь, как старый костоправ. Деньги твои. Я бы выбрал что-нибудь еще. Ты помощник кузнеца, может у тебя найдется что-то интересное. Ха, а что надо-то? У тебя есть метеоритная руда? Есть, трех цветов. Синяя, желтая и красная. Метеоритная руда — это тебе не трусы на лямках. Метеоритная сталь делится на несколько видов в зависимости от стихии, которая ее наполняет, и от степени насыщения. Сила стихии окрашивает труду в разные цвета. Стихия огня, например, дает красный цвет. С такой сталью по-другому работает, иначе нагревают, иначе куют. Уразумел? Да. Ты точно подручный кузнеца? Так ты берешь что-нибудь, или так и будешь смотреть? Все-таки я возьму деньги. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 у Северного полюса, таким образом они могут двигаться только на юг. Колес говорит, что появление охоты можно предсказать, наблюдая за туманностью Аркана. Чистоту появления охоты определяют солнечные затмения. Всадники появляются на небе в зимнее солнцестояние, но не обязательно каждый год. Да, Колес рассчитал, что дикая охота приходит в те годы, когда туманность находится на востоке. В погоне за охотой я проходил через обезлюдевшие деревни. Дикая охота похищает молодых. Зачем? Возможно, им нужны воины, рабы или провизия. Колес склоняется к теории невольников. А что думают об охоте-чародейки? Это неудобная тема. С тех пор, как Совет и Капитул запретили ментальные чары, дикая охота оказалась под запретом. Как связаны призрачные всадники и ментальные чары? И то, и другое помрачает рассудок. Все, кто сталкивался с дикой охотой, страдают психическими расстройствами. Одни теряют разум, другие – память. Понимаешь, вокруг призраков существует специфическое поле, вызывающее расстройства мозговых функций. Люди говорят, что дикая охота предвещает войну. В наше время войны вспыхивают так часто, что их мог бы предвещать даже прилет аистов. Зимой охоту видят чаще, потому что она несется довольно низко, а войны обычно начинают весной, чтобы солдаты умирали от вражеских мечей, а не от холода. Вот и вся связь. Давай подведем итоги. Основываясь на собственных наблюдениях и на расчетах траектории движения призраков, Коллис выдвинул две равнозначные гипотезы. Возможно, дикая охота – это павшие в разных мирах рыцари, которые объединились в скачке мести. Или же некая неизвестная мощная сила множит призраки, которые перемещаются между мирами и добывают рабов. Обе теории кажутся правдоподобными. Если первая встреча с охотой вызывает расстройство рассудка, то следующая могла бы иметь обратные последствия. Возможно, но это лишь гипотеза. Каждый, кому удалось вырваться из рук призрачных всадников, скорее умрет, чем согласиться встретить их еще раз. Но дикая охота может вернуть память. Ты знаешь что-то, чего не знаю я? Я потерял память. С некоторых пор ко мне стали возвращаться воспоминания. И когда это началось? После того, как я убил призрака короля дикой охоты. Продолжение следует... Продолжение следует... Мне нужно попасть в гнездо Гарпии. Даже не думай. Я достаточно знаю о них. Они крадут и собирают сны. Я нашел один, но он оказался слишком слабым. Нужно найти что-то посильнее. Очень тебя прошу, открой эти чертовы ворота. Послушай, ведьмак. Я очень хочу, чтобы Саския выздоровела, но я не могу превращать город в парк аттракционов прямо перед битвой с Хельсельтом. Эти ворота закрыл мой дед. И у него были на то причины. Только представь себе, что любой сможет посмотреть чужие сны. Скайтаэли, айдирнские дворяне, крестьяне, краснолюды. Каждый узнает, что снится другим. Это же сущий кошмар. Больше того, есть легенда, что самые старые сны могут стать реальностью. А я не хочу, чтобы ночью по заколукам Вергена слонялись кошмары. Открой, я все быстро сделаю. Ты ведешь себя, как пьяный воздыхатель. Я сказал нет, значит нет. Знаешь, не хотел я этого говорить, но сон, который я нашел, принадлежит тебе. Да ладно. Ну-ка, ну-ка. Могу представить, как все это будет неприятно. В твоем случае дело вообще политическое. Народ скажет, что ты больной. Ты же староста, хранитель устоев и традиций. А сейчас, кроме всего прочего, готовишь город к обороне. Ты не посмеешь. Представь себе бородатые лики твоих предков, высеченные в камни. Даже они будут смотреть на тебя с осуждением. Может, должность ты и удержишь, но посмеши с чем станешь, это наверняка. А твой племянник – бедный парень. Я открою ворота. Я поклялся матери Скалина, что до конца жизни буду трезв, как свинья. И сдержу обещания. Срал я на разговоры. Но ты прав. Ослаблять мораль в Вергене нельзя. Поэтому держи эту тайну при себе, чтобы ни одна живая душа о ней не узнала. Ты меня понял? Да. Спасибо тебе, староста. И удачи в борьбе за трезвость. Продолжение следует... Сдохни. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...